Это беспрецедентно. Чтобы ночные обыски у кандидатов, у избирательной кампании проводились, вот такого я не припомню вообще. То есть, видите, там знаменитое болотное дело и так далее, это были следственные действия в рамках, как бы, такой бытовой, в кавычках, да, политической жизни. Здесь избирательная кампания, жертвы кандидатов, обыски у кандидатов, которые оспаривают отказы, это вещь абсолютно беспрецедентная, не вписывались ни в какие, в канун, ни в какие стандарты. Такое бывает в африканских диктатурах, в африканских диктатурах, в демократических странах. Это немыслимо, это абсолютно немыслимо. Поэтому люди, которые это устроили, они просто сумасшедшие. Они уничтожают фундамент власти как таковой. Они продавают общественную легитимность выборов. Они уничтожают репутацию избирательных комиссий. Они уничтожают репутацию Совета по правам человека, который должен быть буфером между властью и частью оппозиции, готовой взаимодействовать. Ничего, кроме радикализации оппозиции, ничего, кроме роста недовольных, это иметь не будет. То есть то, что происходит, это абсолютное безумие. С точки зрения любого человека со стороны, это истерика. Истерика никогда не может восприниматься как признак силы. Истерика любым нормальным человеком воспринимается как признак слабости. Это абсолютно очевидный факт. Поэтому я думаю, что такими методами совершенно очевидно никакую волну протеста сбить не удастся. Для многих это уже будет просто вопросом чести и собственного достоинства.